всем привет сегодня снимаю вторую часть о виноградном вине булькать она уже перестала и пора его слить в другую тару для этого есть у меня еще один вот такой же пустой баллон открываю и приступаю возьмем немножко на пробу вот сейчас узнаем почему остановилось брожение она может остановиться из и из-за двух причин первое это выбродил весь сахар который мы добавляли который был присутствовал ягода или вторая из-за того что бактерии уже как бы погибли из образовавшегося спирта если вино сухое значит просто выбродил весь сахар и бактерии что должны работать а если она сладкая значит сахар не выбродил и бактерии уже не работают два варианта либо добавлять винных дрожжей чтобы дальше до проживала либо можно уже ну если она более-менее еще ну что присутствует спирт то есть она частично выбродила значит крепкая значит можно уже идти а если нет значит надо все-таки доброжить иначе это вино долго не простоит сейчас попробуем пахнет очень приятно вином хорошим виноградным вином цвет такой насыщенный классный хочу сказать это вино полностью выбродила она сухое полностью сухое и очень вкусная настоящая виноградная поскольку она сухой может попробовать делать некий такой тестовый замер и так поскольку вино получилось абсолютно сухим я немножечко отобрал еще вина для того чтобы добавить в него сахар растворить и добавить в общую тару добавлять я буду меньше в этот раз сахара чем в первой части там я положил 500 грамм грубо говоря на 5 литров здесь я положу из расчета что чтобы получить полусладкое вино это где-то 30 грамм на литр 153 грамма плюс-минус ничего страшного добавляю в это вино и растворяется если послаще вино получится я думаю тоже ничего страшного сладкие вина лучше хранятся сахара довольно таки легко растворился все можно выливать в общем пороге ради эксперимента дабы убедиться что вино сухое у меня есть вот такой виномер ариометр сахаромер опустить и посмотреть но пробирочки мне не хватает он полностью опустился на дно еще есть вот такой вот бытовой виномер посмотрим что он покажет а показывает он 12 градусов практически 12 градусов что же неплохо все теперь это винишко закрываем и ставлю также под водяной затвор если брожение у меня не пойдет я всегда могу добавить сюда винных дрожжей или же оставить в таком состоянии полусладком как видели мы уже градус уже есть поэтому она уже вполне питейная у меня на этом все всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч всем удачи и пока удачи